Всем привет! Продолжаем серию европейских планшетов. На этот раз у нас в гостях планшет Manta, модель MID-802. Это европейский производитель и 8-мидиум планшет с отличными классными характеристиками. Приходят нам вот такой оригинальной упаковке, поэтому если кому-то собираемся сделать подарок, будет выглядеть достаточно презентабельно. Коробка плотная, все качественно, здесь даже есть краткие характеристики на нескольких языках, включая русский. Видим, что у нас процессор Cortex-A9, а именно root chip 3066, 6-ядерная платформа, здесь 2 вычислительных кадра и 4 графических, то есть этот планшет, классная игровая приставка. С коробки идет Android 4.2, оперативной памяти 1 гигабайт DDR3 и 8-мидиумовый экран, IPS-матрица, что является классным, разрешение 1024 на 768, то есть HD высокое, Wi-Fi, приемник картридер, HDMI-разъем есть для подключения нашего планшета, к примеру, к телевизору, встроенный микрофон, 2 камеры G-сенсор, поддержка 3G-модемов, хорошая батарея 4000 мА, в среднем 5-6 часов работы без проблем под нагрузкой, питание 5 Вольт 2 Ампера и размеры 200 на 154 и на 10 мм, вес всего 400 грамм, как видим, характеристики достаточно хорошие, если не сказать больше. Итак, сразу бросается в глаза наш красавец, и не просто красавец, а он идет еще с кирменным чехлом, что вдвойне приятно. Посмотрите, насколько классно лить, но немножко планшет я чуть позже покажу, а вот сам чехольчик, видим, как красиво, то есть не нужно ничего докупать, а еще в комплекте делают такое классное. Мелочь, скажете? Нет, не мелочь, планшеток, чехлы стоят хорошие, достаточно дорого. Так, в комплекте у нас идет зарядка на 2 Ампера, под нашей розеткой некой китайщины, достаточно длинный шнур, удобный. Наушники, что приятно, да, в комплекте идут. Кабель, USB, microUSB для подключения нашего планшета к компьютеру. И еще идет вот куча документации родной, фирменной. Видим, все есть необходимое. Даже иногда планшеты могут комплектоваться специальными ОТГ-кабелями. Наш планшет поддерживает режим ОТГ, то есть его можно подключать флешкам, мышкам, клавиатурам, все, что захотите. Итак, наш красавец в белом, таком стильном виде, с серебряной окантовкой, с серебряной рамкой. Выглядит он потрясающе. Сверху это защитная пленка транспортировочная, она снимается. Здесь краткие характеристики, опять же, ну и подчеркивается, что это 8-дюймовый планшет. Один из самых популярных, поскольку, ну, такой размер выбрал для себя iPad. Ну, вот народ как-то тянется к 8-дюймовым планшетам. Он не такой маленький, как 7-ка, и не такой большой, как 9-ка или 10-ка. Такой себе Unisex Universal. Итак, на передней панели у нас, естественно, стеклянный экран. Классный PS-матрицем, косной слой. Внешняя камера на 0,3 Мп без проблем справляется со скайпом. Кто любит видеосвязь, можете без проблем общаться. На торце правом разъем mini-HDMI. Сейчас фокуснем на него. Вот он для подключения, к примеру, к телевизору. И разъем под наушники, есть микрофон и карта-приемник. Поддерживает на 64 ГБ флешки. Сверху у нас разъем microUSB. Также у нас идет клавиша включения-выключения, качелька громкости и наушники. На ленте торца у нас ничего. На задней панели у нас. Здесь основная камера 2 Мп, хорошая динамика, аккуратненько прикрыт с сеточкой. Клавиша Reset. Здесь у нас серийный номер планшета в самом низу. Логотип Manta. И здесь уже контроль качества идет. В целом, планшет собран хорошо, ничего не скрипит, не лифтит, нет никаких зазоров. Но, опять же, подчеркиваю, европейское качество. Что нравится в европейских планшетах, что у них все сделано добротно. То есть, не какой-то китайский мусор покупаешь, а реальная хорошая вещь, за которую и себе будешь пользоваться, получать удовольствие. Ну и подрить кому-то не будет стыдно. Так, давайте снимем аккуратненько эту транспортировочную пленочку. И сразу же обращаю внимание, что транспортировочную снимаем. И снизу у нас, вот это сейчас здесь пленка. То есть, опять же, ничего покупать не надо, пленка тоже получается у нас в комплекте. Включим наш планшет. Стартовая ставочка. Красивая матрица. Не знаю, сколько сможет передать сама камера с цвета. Но цвета здесь очень насыщенные. Опять же, здесь IPS-матрица 8 дюймов. Вылетит цвета красиво. Ну, идет пересвет, поскольку слишком ярко. Но, опять же, яркость только плюс планшета, поскольку даже если вы будете пользоваться им в солнечные дни, то без проблем сможете прочитать картинку. Итак, Antutu. Очки Antutu вы сможете поставить в описании, так и сколько он баллов набирает. Сейчас мы проверим только сами характеристики. Ну, красавчик. Приятно его держать в руках. Ну, такой симпатичный, стильный. Так, информация. Mi 802 у нас идет. 422 у нас Android. Rockchip. Система даже определяет его как следующего поколения. 3188. На самом деле, стоит 3066. 1024 на 768. 8 гигабайт встроенных. Часть из них задействована по системной файлы. Гигабайт оперативной памяти. 2 мегапикселя основная камера. 1,4 номинальная. До 1,8 можно разогнать в частоту нашего процессора. Так, давайте посмотрим, где у нас тест экрана. Multi-Touch Test. 5 касаний. Оп, пожалуйста. Multi-Touch Test на 5 касаний. То есть, Multi-Touch у нас есть. Дальше. 422 клеевых. Ну, вот видите, основные характеристики. То есть, резюме. Гигабайт оперативы. 6 ядерная платформа. 8 встроенных. Wi-Fi. Все без проблем. Итак, при проведении пальцем сверху вниз в левом окне у нас появляется такой тулбар последних сообщений. Так его можно очищать. И при проведении справа, вот получается режим быстрых настроек. В конце концов, русифицирован. Здесь стоит официальная прошивка. Если говорить о языках, то нам доступны все необходимые. То есть, ну, помимо там всех, которыми редко пользуются. Есть самые необходимые. То есть, русский язык и ридно-украинская мова. То есть, фактически можно покупать планшет, если планируете пользоваться на русском языке. А вот, еще планует на украинскую мову. Есть даже вариант местоположения. Это доступ по координатам сети. То есть, например, при Wi-Fi. Можно вашу позицию там в Google карты сажать. Прочее, прочее, прочее. Wi-Fi. Что хочу сказать о Wi-Fi? Хороший, качественный модуль Wi-Fi. Я нахожусь через 3 комнаты, получается. Через 3 перегородки Wi-Fi роутера. Видим, показывает хороший, уверен уровень сигнала. Опять же, полная русификация. Доступ ко всем настройкам. Все предельно просто и понятно. Что касается экрана, то реакция на нажатие очень хорошая. Прошивочка здесь допиленная. Видим, интерфейсик у нас перелистывается абсолютно без проблем. Длинным тапом по экрану мы вызываем режим смены обоев. Галерея, живые обои. Все, что захотим, можем выбирать, какие захотим. То есть, в плане обоев здесь они меняются тоже без проблем. Живые, неживые, все, что хотите. Есть встроенный Play Market. Магазин электронных приложений. Поскольку, к цене, внимание, здесь он рабочий. Планшет официальный. Все доступные приложения вы можете загружать на свой планшет. Более того, естественно, есть абсолютно бесплатные. То есть, вы ничего не платите. Абсолютно бесплатно устанавливаете себе любое понравившееся. Здесь их десятки тысяч. Ну, например, да, там ВКонтакте. Часто ставят ВКонтакте и устанавливают. И пользуются социальной сети. Нажимаем установить, нажимаем принять. И планшет начинает загружать это приложение. В зависимости от скорости Wi-Fi устанавливается эта программа. У меня Wi-Fi, к сожалению, не такой уж быстрый. Но, тем не менее, видим, даже при моем небыстром Wi-Fi достаточно бодренько закачивается это приложение. После загрузки приложения оно появится у нас на рабочем столе. И мы можем их пользоваться. Почему так подробно рассказывают такие азы? Поскольку многие покупают первый планшет. Или на подарок первый планшет. И хотят разобраться, что же все-таки покупают. Как же можно пользоваться устройством. К примеру, есть куча планшетов, серьезно, где реально PayMarket не работает. Либо его нет вообще. Вот как вы будете пользоваться планшетом? А продавцы об этом умалчивают. Потом, когда получаете, начинаете расстраиваться. Звонить, что вы мне продали. И начинается куча нервов, возвратов. Зачем это надо? Лучше показать человеку, что это есть, что это работает. Человек будет доволен. И тебе новый клиент, и человеку приятно. По поводу программных клавиш. Здесь их внизу три. Клавиша назад. На шаг назад клавиша домой. Возвращаемся домой на рабочий стол. И клавиша вызов активных приложений. Все, что мы запускали. Свайпом вверх мы легко закрываем запущенные приложения. Это что касалось PlayMarket. Я показал, что он абсолютно без проблем работает. Выход в интернет. Онлайн видео. Обычное видео тоже проигрывается. Есть видеоплеер, есть музыкальный плеер. Встроенный браузер способен на все, что угодно. Плюс вы можете без проблем через то же PlayMarket поставить себе Opera, Chrome, все, что захотите. Mozilla, Dolphin. К примеру, куда выйдем? Часто я выхожу на сайт Varnet. Это нагруженный сайт по графике. Varnet WS. Потом мы посмотрим сайт с музыкой, с видео. Покажу, что можно загружать напрямую музыку и смотреть видео напрямую через интернет. Но опять же, все зависит от скорости Wi-Fi. Она здесь у меня, к сожалению, не очень большая. Сегодня выходные, все подгружается. Ну, поэтому, видимо, только что загрузилось без проблем. А вот Varnet WS загружается дольше. Так, ну, есть автоповорот экрана. Сразу же проверяем автоповорот экрана. Что у нас есть еще? Зуммирование, да? Увеличение, уменьшение. Ну, здесь, кстати, на этом сайте много разной развлекательной информации, полезной информации, новостной информации. Картинки, разнообразные видео встречаются. Ну, в общем, если вам действительно... Даже вот есть и такие картинки, да? Ну, разнообразная тематика. Опять же, если устали, просто хочется что-то интересное почитать, что-то интересное узнать, узнать о новостях, то можно зайти и без проблем. Тема девушек, видите, еще не раскрыта. Так, куда заходим? Зайцев нет, да? Это вот классный сайтик. Почему показываю? Многие спрашивают, например, если я хочу использовать планшет, не просто как вот просмотр, а если, например, даунлодить хочу. Да и загружать хочу какой-то контент, и не хочу там искать. Вот, что, например, с сайта сразу же там музыку загружать, как на компьютере, знаете? Зачем на сайт, классную ссылочку, она загрузилась. Ну, давайте, 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 давайте посмотрим, что тут есть? Тимати Лада Баклажан. Господи, это еще Лада Баклажан. Что они снимут там, например, фильм, не знаю, там, например, не знаю, там, Таврия Укроп, там, да? Или что-нибудь еще такое. Чего Лада Баклажан? Ну что, видим, видео здесь на этой страничке нет, но есть очень много разнообразных музыкальных композиций. Вот, к примеру, это, да? Нажимаем. Ага, есть даже видео. Давайте. Потянет, не потянет мой Wi-Fi видео. Сейчас посмотрим. Если прогрузится, то посмотрим. Должно прогрузиться, просто немножко нужно подождать. Опять же, если у вас Wi-Fi быстрее, чем у меня, то ждать будет, не придется. Загрузится практически мгновенно. Ну, а видим, пользоваться планшетом и восьмерочкой, ну, хотя у меня у самого стоит дома девяточка, да, в свое время брал. Ну, кстати, у меня семерка и девятка, да, но вот если бы сейчас рассматривать, как приобретение нового планшета, наверное, бы задумался уже о восьмерке, поскольку очень удобный планшет. Вот так, как держать, и экран такой достаточно по размеру. Что-то не хочет, да, подгружается видео. Или этого видео просто нет. Нулевика показывают, наверное, просто видео не загружено на сам сайт. Так, а давайте попробуем скачать песню саму. А, видим, то есть видео, наверное, не загрузилось, не загружено. А мы сейчас видео через YouTube можем посмотреть. А вот загрузка должна пойти. Если мы посмотрим через верхний тулбар, видим, пошла загрузка. Видим, как медленно загрузка, все-таки Wi-Fi хромает, поэтому, наверное, видео так медленно загружалось. Ну, сейчас посмотрим, как загрузится. Опять же, даже отсюда можно сразу выйти на YouTube. Да, Wi-Fi у меня сегодня, конечно, не самый быстрый. Ну, видим, даже при самом быстром Wi-Fi, все открывается, все работает, поэтому можно пользоваться. Вот, кстати, скачалась песня, и мы можем теперь ее запустить. Ну, вообще, видим, Тимати скачался у нас. Сейчас попробуем видео заводить, но не обещаю, что получится, но попробуем, по крайней мере, да. Так, поиск. Переключать. Видим, переключается без проблем. Lada. Lada, Sedan, Баклажан. О, прогрузилась. Надеюсь. Ну, вот, видим, онлайн-видео абсолютно без проблем не проигрывается. Высокоинтеллектуальная песня, но многим нравится, сегодня там много просмотров уже. Сколько? 33 миллиона просмотров. Обалдеть. Lada, Sedan, Баклажан. Так, окей, все, интернет у нас работает без проблем, поэтому любителям посередине в интернете планшет подойдет на все 100%. Камеру показывать не буду, там есть настройки, можно снимать видео. Два миллипикселя задние, 0.3 передние. Все абсолютно без проблем там работает, поэтому если нужно сделать снимочки, снять видео, тоже это можно будет сделать. Так, есть программа для работы с офисными приложениями, Word, Excel, PowerPoint, PDF файлы, поэтому если, к примеру, планшет не рассматривать только как игрушку, да, или развлечение, а в рабочих целях, то тоже без проблем. Можно и как электронную книгу использовать, можно редактировать, просматривать все необходимые файлы. Повторюсь, музыкальные видеоплееры здесь есть, здесь можно просматривать и видео, AVI, MP4, MKV, все доступные форматы. То же самое по аудио, тоже все абсолютно. То есть целая такая мультимедийная площадка. Батарея на 4000 мА, 5-6 часов работы вам обеспечена. Если делать еще серверы специальные, так, серверы по батарейке, да, если уменьшать яркость, то и того можно больше. Реально батарейка здесь хорошая, этого планшета ее хватает с головой. Что, ребят, все показал, рассказал основные функции, теперь, конечно, нужно подтверждать роль его как игрового планшета. Есть две игрушки, которые я установил, достаточно серьезные такие. Это игра Asphalt 8, всем знаменитая, и супер-бомбовая игра Juta San Andreas. Ну что, давайте начнем с игры Asphalt 8. Сейчас погоняем. Игрушка, конечно, суперская. У нее миллионы поклонников. Это игра, можно играть в офлайн, можно играть онлайн. То есть вы можете соревноваться как с компьютерными игроками, так и игроками реальными по всему миру. К примеру, в одном заезде могут участвовать игроки с Украины, Белоруссии, Канады, Соединенных Штатов Америки, Японии и Нидерландов. Да, как вариант. То есть, ну, такая вот межнациональная игра. Так, шо у нас, шо у нас, шо у нас, шо у нас, шо у нас. Игра. Сейчас прогрузится все. А, ничего, мы не хотим покупать. Мы хотим просто поиграть. Ну, и, конечно, плюс IPS-матрицы в том, что даже наклоняя планшет в разные стороны, под разными углами не теряется сочность и красочность картинки. То есть, и цвета остаются, например, красным-красным, зеленым-зеленым. Если плюс ГМАТН-матрица, либо там обычная ТФТ-матрица, то наклоняя планшет в разные стороны, идет инверсия цветов. И это очень неудобно. Особенно в режиме игры, просмотре видео. Так, шо у нас здесь. Сейчас погоняем. Полетели. Ой. Красивая игрушка. Можно приловчиться, правда. Полетим. У-ху! Видим, вполне играбельно. То есть, можно покорять просторы, гоняться, получать новые машины, зарабатывать очки, прокачивать движки. Все, там взлетим сейчас. У-ху! У-ху-ху! Красота. Мы видим, восьмой асфальт можно шпилить. Идем дальше. Да, кстати, многие спрашивают, как эти игры получить. Без проблем, при заказе планшета, по вашему желанию, все игры, которые вы здесь видели, могут быть бесплатно установлены. То есть, по вашему желанию, могут поставить и асфальт восьмой, и GTA San Andreas. Просто, когда будете заказывать, скажите, какие игры, как в видеообзоре, и менеджер автоматически бесплатно вам их устанавливает. И вот эта знаменитая игрушка, GTA San Andreas. Мне, наверное, еще больше поклонников, чем у асфальта, поскольку игрушка к нам перекочевала с PC-платформы, то есть, компьютера. Игрушка безумно классная, огромный мир. Очень много разнообразных миссий, оружия, машин. Даже можно в тренажерку с этим подкачаться, я говорю, вполне серьезно. Здесь, в этой игре, конечно, много очень приколов, и игрушка в самом себе замечательная. Да, ее тоже можно будет поставить, поскольку потом, я иногда в видеообзорах об этом забываю, люди звонят. А вот, кстати, я в тренажерном зале. То есть, можно, например, взять, например, что-то у нас есть штанга, да? Смотри, сейчас будем... Это реально, где такое есть? Вот только что, когда я тестировал, увидел ее, и сейчас будем ее выжимать. Подход за подходом. Дышим на усилие, выдыхаем на усилие, вернее. Так, все, хватит, подкачались. Все, теперь мы, наверное, супер-бодибилдеры. Кто у нас там, что там, боксер есть? Видим, красивая игрушка, 3D мир. А ну, давай, бокс, бокс. Все? Ой, как-то не по-спортивному. Ой, как-то не по-спортивному. Ну, ладно. Ладно, ладно, побежали, пока не пришли остальные качки этого зала и боксеры. То есть, если видим желтый треугольник, значит, вот в это здание можно войти, и там, в принципе, что-то сделать, или там... Чего? Сбили? Чуть не сбили меня. Так, теперь нам нужно найти себе, наверное, какую-то машинку прокататься. Не, ну, это какая-то отстойная машина. Что мы можем себе найти? Даже не знаю. Что ничего не нравится. Полицейских машин нет. А, вот есть полицейская, ну... О, давайте пехаль себе надыбаем. Хотя я не хочу их уже бить в цену, но... Так у нас больше шансов. О, милиция, милиция! Своих не бросает. Пехаль. Как-то странно стреляет он так. О, нет. А, машина. Все, текаем, текаем, текаем. Давай, садись, садись, что ты смотришь? Все. Ну, садись. Все, мы угнали милицейскую машину. Мы хулиганы. Плохо, что в милицейской машине не играет радио. Это единственный недостаток. Но она, мне кажется, хотя разгоняется, хотя скорость у нее высокая, но разгоняется на кто-то долго. Видим, есть повреждения. Тут, кстати, есть танки, есть вертолеты, самолеты. Игрушка, конечно, чумовая. Кто любит такие игры, без проблем поставим, будете развлекаться. Ой, что-то я сейчас ее раздолбаю, чувствую, эту полицейскую машину. Ну и планшет, конечно, в этом плане. О, погоня. Погоня, 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 погоня. Ну все, ребят, хватит нам. Будете сами без меня играть. Ну что, давайте пойдем в итоге. Игровая приставка, конечно, видите, пойдет, но есть проблемы. Что мы имеем? Мы имеем качественный европейский планшет, оригинальный, с хорошей комплектацией, классным чехлом, напомню, да? В начале видеообзора показываем чехол, который так живет в комплекте. Вот, ну, красавчик, чехол. Здесь 8 дюбов, здесь IPS матриц, HD разрешение, 6-ядерная платформа, гигабайты оперативной памяти и 8 встроенных. Плюс классная, привлекательная цена. Что еще нужно для подарка, что еще нужно для личного планшета? Больше ничего, просто приобретение его и пользование, получение положительными эмоциями. Ребят, все, что вы видели в видеообзоре, будет стоять в планшете. Заказать можно наложенным платежом в любой город Украины через новую почту. При отправке каждый планшет проверяется, тестируется, заряжается. При полученной почте вы включаете, проверяете и только потом оплачиваете. Никаких рисков. Появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь на видеообзоре, под видеообзором будут указаны контакты. Пожалуйста, ждем ваших звоночков, с удовольствием вам ответим на ваши вопросы. Хочу пожелать здоровья и успеха вам, вашим близким, с наступающими праздниками. Всего доброго. Пока.